Василий за рулем автомобиля уже более пяти лет. Конкурсу красоты дорожных ям присоединился, не раздумывая. Надеется, что благодаря этой акции в их микрорайоне проведут качественный ремонт дорог. Вот этот участок дороги, в принципе, здесь две школы рядом. И ездить по нему – это, скажем, одно удовольствие, в кавычках. Тут ремонт, тут ямочный ремонт, точечный, или как его называют, ремонт – это ничего не сделает. Василий жалуется, из-за плохих дорог ему приходится чаще ремонтировать машину. Просто в бюджет включаем дополнительные затраты, расходы на диски, на резину. Едем, объезжаем, притормаживаем, в дождливую погоду людей обливаем, потому что я не могу увидеть, где ямы. Конкурс на лучшую дорожную яму стартовал в прошлый четверг. Всего за неделю к акции присоединилось более сотни человек. Везде плохие дороги в Запорожье, но хотелось бы обозначить все-таки горячие точки. Поэтому у меня возникла идея сделать такой конкурс, так называемый, на топ самых красивых ям в городе. На самом деле, ну, красивые в кавычках. Ям действительно много, мы все их систематизируем, систематизируем по районам, систематизируем по каким-то основным таким критериям важности. Организатор конкурса Данил Щербаков говорит, провести ремонт дорог надо почти в каждом районе города. Глубокие ямы – одна из причин ДТП. Ну, сколько тут? 20 сантиметров. Очень плохие дороги сейчас. Это тот район, в котором мы находимся, это Коммунаровский, Бородинский микрорайон, Осипенковский, Правый берег. Вот центральная часть как-то города вот еще терпима, там запросов меньше всего. Василий уверен, подобные акции помогут привлечь внимание служб к проблеме плохих дорог. Ну, а пока мужчина старается объезжать опасные дорожные выбоины. Это безопасность, в первую очередь, водителя, в первую очередь, людей, которые ходят, пешеходы. Каждый день где-то кто-то попадает, где-то что-то происходит. А никто не задается вопросом, что это элементарно может скат лопнуть. Даже на 40 километрах полторы тонны веса машины – это неуправляемая машина. По итогам акции представители общественной организации «Хелпер Запорожья» отобрали топ-10 самых больших и глубоких ям. Победителем конкурса стал участок дороги по улице Новокузнецкой. Теперь активисты будут добиваться его ремонта. Без внимания не останутся и не вошедшие в десятку дорожной выбоины. Евгения Ильи, Игорь Бахиркин, ТВ5.